МАНТАЖ Разрешение на завершение монтажа дают премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Мы прикладываем все усилия, чтобы работы на площадке не прекращались ни на минуту. Хочу вас заверить, господа премьер-министр, в вашем лице весь народ в республике Бангладеш, что строительство АЭС «Рупур» — это одна из важнейших задач «Росатома». Это наш безусловный приоритет. Идею о строительстве атомной станции неподалеку от деревни Рупур предложил мой отец, шейх Муджибур Рахман. Это было почти полвека назад, и вот сейчас его планы, наконец, воплощаются в жизнь. Это очень важный день для нашей страны. Бангладеш занял твёрдую позицию в мировой атомной сфере. И это было достигнуто за счёт мирного использования ядерных технологий. Для того, чтобы монтаж корпуса реактора прошёл успешно, была нужна слаженная работа большой команды специалистов. Это и монтажники, и, конечно, оператор крана, который при работе с таким громадным оборудованием обязан соблюдать хирургическую точность. И это во всех смыслах довольно точное сравнение. Корпус реактора является сердцем всей станции, ядерного острова и всего, что вокруг него здесь сделано. Как только он становится на своё место, мы прекрасно понимаем, что станция начинает жить новой жизнью технологической. И мы понимаем, что скоро будет пуск станции, её ввод в эксплуатацию. То есть это такая контрольная веха и технологическая, и внутренняя такая моральная. Первый бетон в начало строительства этой станции был заложен осенью 2017 года. И тогда же началась активная работа по проекту. Народная республика Бангладеш находится в Южной Азии и граничит с Индией и Мьянмой. Когда-то она была провинцией Британской Индии, но в 1947-м стала частью Пакистана. А в начале 70-х Бангладеш обрела независимость. На одном квадратном километре здесь в среднем проживают 1120 человек. 98% населения — бенгальцы, из которых большая часть занимается сельским хозяйством. В стране выращивают рис, джут, чай, пшеницу, сахарный тростник, картофель, табак. Хорошо развиты швейная и текстильная промышленность. Бангладеш — одна из самых бедных стран Азии. Но в то же время одна из самых быстро развивающихся. Да, за последние пять лет ВВП как по часам рост процентов на 7 на 8. Конечно, сейчас есть до сих пор очень низкий уровень жизни. Мы в нескольких километрах от атомной станции, в самом центре города Ишварди. Но при этом планы у Бангладеш самые, что ни на есть грандиозные. В 2009 году лишь 45% бенгальцев имели доступ к электричеству. Сейчас это число заметно выросло, но собственной генерации стране категорически не хватает. Правительство поставило амбициозную цель — превратить Бангладеш к 2041 году в развитую страну. Атомная энергетика должна занять важное место в энергобалансе Бангладеш. Проект атомной электростанции «Рупур» поможет нашей стране выйти на уровень технологически развитой нации. Место для строительства неподалеку от бангладешской деревни Рупур было выбрано давно, еще в 60-х. В переводе с бенгальского «Рупур» — красивое место. И с точки зрения расположения АЭС это действительно так. Но с точки зрения логистики есть целый ряд трудностей. Рупур находится в 150 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки. А дороги и движения здесь, как и в любой стране Южной Азии, очень своеобразные. И трафик, учитывая плотность населения, весьма напряженный. Поэтому доставка грузов — отдельный непростой вопрос. Это «Пазма». Так бенгальцы называют знаменитый «Ганг». По сути, главная водная артерия в стране, а там вдалеке единственные в стране мосты через реку. Чуть дальше — железнодорожный, поближе — автомобильный. Сейчас строится еще один недалеко от столицы, но пока до сдачи еще далеко. В общем, на сегодняшний день самый удобный способ доставки грузов сюда — по воде. Тем более, что атомная станция строится недалеко от берега. Вон виднеется первый энергоблок. Специально для разгрузки судов здесь построили вот такой вот порт с мобильными, но в то же время очень мощными подъемными кранами. И в будущем отсюда же из «Падмы» будут брать воду, которая нужна для работы атомной станции. Трудно представить, но всего пять лет назад на месте этой масштабной стройки были непроходимые джунгли. При этом почва у берегов «Падмы» болотистая, и все здания пришлось возводить на свайном фундаменте. Еще одна сложность о возникновении, которой в начале реализации проекта никто не мог и подумать — пандемия коронавируса, которая внесла свои коррективы и в процедуру доставки грузов, и в организацию работы на самой стройке. Сейчас мы вакцинировали более 85% нашего персонала здесь, что, собственно, создает определенный коллективный иммунитет. Мы приступили к вакцинации бенгальского персонала. Надо сказать, что коллеги доверяют нашей вакцине и с удовольствием вакцинируются, значит, и относятся к этому как к определенному жесту уважения к нашим партнерам. Но главная сложность — это, конечно, экваториальный климат. С мая по ноябрь в Бангладеш сезон муссонов, а это значит, почти каждый день идет дождь. И все это на фоне тропической жары. АЭС, которая строится здесь, в бангладешском Рупуре, — это типовой проект ВВР-1200. К примеру, точно такая же атомная станция сейчас работает в российском городе Нововоронеж. Но здесь есть одно отличие. На Нововоронежской АЭС две градирни, по одной на каждый энергоблок. А здесь вот раз, два, три, будет еще и четвертая. То есть в два раза больше, по две на каждый энергоблок. Связано это, естественно, с температурой. Сейчас обычный осенний денек на улице плюс 30. Зимой будет 20-25, а летом столбик термометра часто поднимается выше 40. В общем, здесь в тропиках охлаждать воду до необходимой температуры куда сложнее. Евгений Русак до этого участвовал в строительстве Белорусской атомной станции. И когда только приехал сюда, акклиматизироваться было непросто. Но, как оказалось, ко всему привыкаешь. Когда накрыли купол, очень большие были температуры. Ну, сколько? Из-за того, что 50-60 градусов. 50-60? Да. Как это? Ну, это температура парной. Ну, люди выходили промежутками, отдыхали. Вот так вот выжимали, наверное. Выжимали одежду, да. Это вытяжки, это вентиляторы охлаждающие. Но всё равно очень жарко. Сейчас на строительстве АЭС работает около 3,5 тысяч российских специалистов. Для них в Рукпуре построили отдельный микрорайон. Работает несколько ресторанов с русской кухней. На территории есть спортплощадка, тренажёры. В общем, всё, что нужно для комфортного отдыха. Но радикально изменился не только внешний вид деревни. Для того, чтобы понять, как будущая атомная станция уже сейчас меняет жизнь региона, достаточно просто прогуляться вокруг стройки. К примеру, это стоянка, где местные паркуют свой транспорт, когда приезжают на работу. Если в начале реализации проекта здесь были сплошь старые ржавые убитые велосипеды, то сейчас это мотороллеры. Да, тоже не новые, но ведь и стройка пока в самом разгаре. На возведении АЭС работает около 20 тысяч бенгальцев. Зарплата даже у рядового слесаря или арматурщика намного выше средней по стране. Более того, есть возможность карьерного роста. И даже языковой барьер не проблема. Сколько у тебя человек в бригаде? 16. 16 человек? 16 человек, да. Ты меня замечательно понимаешь. То есть нам, может быть, даже переводчиками нужен. Рокки Узаман, или как его настройки называют, просто Рокки, родился и вырос в окрестностях деревни Роккур. Строительством никогда раньше не занимался, но узнав о том, что для возведения атомной станции нужны люди, сразу же подал заявку. Начинал с самых простых операций. И вот теперь он бригадир, читает чертежи, между прочим, на русском языке, следит за выполнением заданий и мечтает когда-нибудь научиться говорить на русском свободно. Как изменилась твоя жизнь за последние вот эти вот 6 лет, что ты работаешь здесь? Когда я только пришел сюда, моя семья жила очень бедно. Фактически нам приходилось спать на улице. Теперь все изменилось. Я построил дом, купил новый мотоцикл. Это очень важно для меня работать здесь. Не только из-за денег, ведь для нашей страны это очень важный проект. Это наша первая атомная станция. Во многом, благодаря такому тесному общению и бенгальцев, и российских специалистов, темпы строительства с каждым месяцем продолжают расти. Даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. На всех наших стройках российских, это и Курская атомная станция, и Нововоронежская, ну, к слову сказать, и Белорусская, конечно, они имели в пике в своем порядка 6-7 тысяч человек. Вот здесь мы имеем более 23 тысяч, и это позволяет нам идти в очень напряженном, в очень напряженном графике и максимально соответствовать контрактному графику. АЭС РУПУР – не единственный проект Росатома за пределами нашей страны. В портфеле госкорпорации на разной стадии реализации находится 35 энергоблоков в 12 странах. Только за 2021 год первый бетон залили на площадках АЭС. АККУЮ в Турции, Куданкулам в Индии, Тяньвань и Сюйдапу в Китае. И каждая из таких строек – это не только коммерческий проект. Это дополнительная возможность наладить дружеские отношения между странами. Это действительно международный проект, такой пример открытого доверительного сотрудничества в одной из самых, пожалуй, чувствительных сфер в сфере атомной энергетики. И мы, конечно, исходим из того, что при той поддержке, которую мы сегодня чувствуем от премьер-министра, госпожи Шейхасины, при той мобилизации, которая проходит на бенгальской, на российской стороне, мы, конечно, достигнем больших результатов этого проекта. Монтаж корпуса реактора, который начался еще ранним утром, закончился только сейчас. Впереди установка теплообменников, трубопроводов, прокладка электрического кабеля, которого здесь на секундочку будет 15 тысяч километров. И это только первый энергоблок. На очереди второй. В общем, здесь, в Бангладешском Рукуре, у российских атомщиков еще очень много работы. КОНЕЦ КОНЕЦ